Календарь памяти Календарь памяти На нас будет смотреть вся страна, мы будем представлять следственный комитет. Это, в принципе, впервые участие на параде. Каждый из здесь, стоящих в строю, понимает, что это очень большая ответственность. Все точно, все-все-все знает, что нужно делать, поэтому волнения нет. Следом механизированная колонна от легендарных танков Т-34 до ракетного комплекса «Искандер-М» и системы «Полонез». Проедут бронированные «Кайман», «Дракон», «Богадырь» всего свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. От брутальной мощи до высшего пилотажа. Военный парад во знаменовании «Дня независимости» финиширует авиацией. В воздушном эшелоне почти полсотни судов пролетят с национальным колоритом. Такой символический переход к театрализованному эпизоду 80 победных лет. Более 2000 участников и свыше 40 единиц техники. Репетируют ночью в костюмах. Это генеральные прогоны. Всего в «Динамике» покажут 8 антуражных картин. Слава труду, Беларусь единая, герои космоса, а здесь спорта. Макет стадиона «Динамо», а рядом спортсмены и символы наших мультифорумов «Лесик» и «Рысик». От послевоенного периода до современности. Главное достижение покажут концептуально по десятилетиям. Презентуют, например, наших промышленных гигантов и агротехнику. И пусть официальная премьера 3 июля театрализованное шоу уже собирает зрителей. Видели, какая у нас техника производится. Интересно детям посмотреть тоже. Комбайны. Кирилл, что тебе запомнилось больше? Что тебе понравилось? Строительные машины. Я планирую приехать в 5 утра, чтобы занять места вот здесь, в первом ряду. Мы с дедушкой из Подмосковья. Это из Тюмени, внучка. Очень довольны. Все нравится. Прекрасно, да. Молодежь как-то вдохновляет. Во-вторых, вообще интересно. Хотим показать могущество Республики Беларусь. Представлены разные поколения. Чувствуется единение. Чувствуется праздничная атмосфера. Молодежные колонны в тандеме с техникой. Такое впервые. Шагали, замеряя каждую секунду. Более месяца назад начинали с камерных репетиций на городских сценах и спортивных манежах. Молодежь за Беларусь. За сильную, независимую. Как они все стараются делать. Это так здорово. Это так берет за душу. И все это совершенно от души и от сердца. Для меня это гордость, потому что это день независимости. Это история, которую должны все помнить всегда. Я не из Минска, поэтому у меня такой возможности не было здесь побывать. Посмотреть даже просто по телевизору. А тут я уже участвую в этом. Впервые на праздничном шествии в унисон со всей страной и народный хор Любания. Для артистов из Белеги это особый звездный час. Оттого на репетициях только мажорный лад. Музыкально вдохновляющий нон-стоп подхватит вся страна. Праздничную афишу составили и в регионах. А в столице традиционно главной городской площадкой станет дворец спорта. В первой половине дня планируется выступление народных и любительских коллективов города Минска. Любимые песни прозвучатся в исполнении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Женовича. А во второй половине дня стартует музыкальная постановка «Минск молодежный». Она будет очень сжигательная. Будут организованы выступления популярных молодежных солистов и групп Беларуси. Героям-победителям память на века. Вечерний галоконцерт пройдет у Обелиска рядом с музеем Великой Отечественной. А после торжественные аккорды подхватит республиканская акция «Споем гимн вместе». Кульминация под праздничные залпы в 23.00. Небо на Минском раскрасят из семи точек. В парках Победы и Угачависа имени Павлова и Янки Купалы, а также на набережной в Дроздах, возле Чужовка-арены и Национальной библиотеки. Все краски и эмоции Великого праздника покажем масштабно, качественно и со всех ракурсов. Выездные студии, прямые включения – все это в тематическом инфоканале Агентства теленовостей. А пока праздничный тизер в главном эфире от Елены Витко, Виктории Радевич и Александры Гойтон.